Ребятушки, вот вам закат. Кадр на берегу моря. Мы спустились в порт по морю погулять. Вот так вот прикольно у нас. Так морьком пахнет. Супер. Я уже, правда, куртку одела, потому что возле воды вечером так сижу в фиджачке. Прохладненько. Классно, правда? И тут еще вот так, вообще вот, красота. Мальчики, расскажите нам что-то интересное. Ну это круто, мы балдеем здесь вообще. Это наше любимое место. Я люблю здесь прийти на лавочке посидеть, посмотреть на море. Нервишки успокоить? Не, я ж спокойный как удар. Мне просто здесь нравится. Ну что ты меня трогаешь? Не, здесь классно. Мы с Данилом часто сюда пешком ходим гулять, потому что как раз дорога идет на пляж. Ах, кстати, там он какой-то статуя такой-то, нет? Там тут печень лежит. Надо все равно как в ТикТоке. Какого херена ты меня бесишь? Какого херена ты меня бесишь? Постоянно и ко мне не лезешь. Я тебе не какой-нибудь дешевый турятка, а самый дорогой, самый дорогой. Классно у нас, правда? Пошли, может, где-то кофе выпить? Ну, а что сидеть? Ну что, с глазами. Пошли на ярмарку. Мы нашли, а как-то у нас еще в другом месте такая маленькая якорь. Мы сюда ездили. Все, уже открылись. Чурос уже все пахнет. Пахнет праздником. Пойдемте посмотрим, как оно все выглядит. Жарят там. Слезно работаешь? А здесь без наполнителя. Здесь просто такие... Пойдемте в другое место. Что ты оришь, мама? Что здесь только вот эти палочки. Без наполнителей. Хорошо, пошли в другое место. Давай, в короткий блеск. О, я хочу зайти вот в тот магазин. Пошлите посмотрим... Пошлите посмотрим, что почем вот в этом магазинчике. Такое все красивое. Я уже в интернете позаказывала. И все равно лету. Пошлите посмотрим, что тут есть. Это такой, как я заказала? А почему он здесь? Я заказала такого оленя. А нет, у нас еще в штанах он в красных был. Ну, такого плана, да. А за сколько ты? За сколько я его взяла? За 17, по-моему. Дешевле всего. А тут 39. Ой, это ж запрещенные. Лем. А ты что подумаешь? Ничего я не подумаю. А такой сколько ален стоит? Я без цены. Дася? Нет. Ты веришь? 29. Слушай, ну тут цены такие нифига себе. Это 29. А этот олень, он бесценный. Да. Полный привод. Полный привод. А сколько такой стоит? Полный привод 49. Какие хорошенькие. Слушай, не знаю, что такое стоит. Слушай, Лень, ты сколько стоишь. Давай, расскажи. Смотри. Топором рубили дрова. Щепки подлетали. Они взяли, склеили. Два цури. Вот взял бы. Понаделал бы. Я могу тысяч на 200 наделать его. А ты решишь, я не художник. Так что ты сегодня начинаешь деревья лепить? Так я мол, да, одно за 200 сликнули. Автобусов куча. Че это за автобусы? Ну, это ж типа значок, это ж хиппи. А у них это типа день спокойствия. У нас даже в школе такое было. Мы одеваемся в одежде такой, как у хиппи. Вот это странные очки, разноцветная одежда. Все там дают школе. Да, там писла. Это было раньше, ну, когда не было коронавируса. И мы одевались. Там у нас были всякие конкурсы. Все такое. Это назывался день спокойствия. Видишь, все под этот праздник, да, Данил? Ну, да. По-нашему это как хиппи. Ясненько. Круто. Ну, все, пошлите. Дорогой магазин. Видно, под туристов больше заточен. Да, и оно, наверное, же натурально. Да, и оно, наверное, же натурально. Лихо заточено покупать лопаты. Нет, ну, это для декорации. Мы даже вот старую лопату уже разрисовали и уже продаем. Короче, продать можно все, что угодно. Даже наш цитрамон. Нет, наоборот, можно продать все, кроме нашего цитрамона. Недвижимость. Все, включили уже елочку. Уже красивенько. В нем такое страшненькое, что-то стоит непонятное. Камера, конечно, не передает всей этой красоты. Но я думаю, вы мне поверите. Что-то красиво. И главное, ни одна живая елка не пострадала. Ну. Оказывается, можно украшать и не обязательно рубить целые леса. Как у нас каждый год это дело. Ну да. Чтоб чуть-чуть постояло и потом выбросить. Через месяц, да, выбросить. Я за пластмассовые елки, если что. Ты шо, френд писай ее? Ну, мне неприятно, когда вижу потом, сколько валяется деревьев на улице. Только из-за двух-трех недель развлечений. Ну. Привод, пожалуйста. Красиво? Красиво. Ну да, когда-то включено. А вот уже и на улице. Сейчас пройду и покажу. Вот вдоль улицы. Вот сверху видите, как красиво. Так же, блин, эта камера не передает всех этих красок, всей этой красоты. Так, на каждой улице свой узор, свои орнаменты, своя красота нигде не повторяется. Супер. Очень красиво. Так красиво, ребята, не хочется даже домой идти. Хочется просто ходить, и чтобы вот эти вот все огонечки, все это, все радовало глаз. Вот честно, взрослая, но все равно хочется верить в сказку и жить, как в сказке. Верить по-прежнему в Деда Мороза, снегурочку, волшебство. Так что всем вам тоже, ребята, желаем того же, чтобы вы всю жизнь испытывали свою жизнь, как в сказке. И чтобы исполнялись все желания, волшебные сундучки и того-все. Так что мы ходим и наслаждаемся просто прекрасным вечером. Вот проходим, ребята, этот мобилярии. Как это по-русски это? Один с вами движемся. Блин, прикиньте, не хотелось бы. Вот, а такие вот цены. Я не могу понять их логики. Вот, они вот тут показывают туалет, а вот тут показывают ствольный. А тут вообще зал. Не, ну классные чурлеты. Не, прикольные. Ну и цена, Максим, по 300 тысяч евро. Ну так, 328 квадратов, 270, 327 месяцев. Не, ну это большие, можно дешевле. Да. Это просто то, что у них стоит на... На рекламе. Так что, если у меня есть зрители, там эти, с промышлением, то вот такие вот цены. Очень даже интересно. Красную дорожку прям для нас постелили. Можно было не заморачиваться, я и так бы прошел. Видишь, как тебя встречает, Карифур. Допоздна сейчас сильно и не погуляешь с этим толпаным комендантским часом. Но все равно. Это старый город. Аликанты тут, видите, все такие постройки, все такие старые, красивые, с лепками. Уже, конечно, потемнело. Все так не передается. Солнышко зашло, сразу похолодало. Солнышко зашло,